Время говорить Концессии водоканала не будет. Губернатор Олег Ковалев призвал городские власти более эффективно управлять МУПом. Что это за оператор? Управляющий компанией недовольны деятельностью организации, собирающей деньги за капитальный ремонт домов. Сдал экзамен – получи патент. Отныне все приезжающие в Россию трудовые иммигранты должны учить русский язык, историю и законы страны. Ну а теперь обо всем подробнее. Во вторник на расширенном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев заявил, что форсировать принятие решения по концессионированию водоканала не следует. По словам главы региона, единого мнения по возможности передачи в концессию муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения пока нет. В этих условиях считаю, что форсировать принятие решения не следует, потому что выходить с новым проектом можно только при поддержке общества, которому еще надо объяснить, чего и каким путем муниципальные власти хотят добиться, сказал губернатор. Также глава региона предложил продолжить работу над конкретными пунктами проекта концессионного соглашения с тем, чтобы минимизировать риски, а параллельно заняться финансовым оздоровлением водоканала, повышением эффективности и качества работы предприятия. Если не готовы к концессии, это уже я к городским властям обращаюсь, то управляйте муниципальным предприятием таким образом, чтобы оно не развалилось и чтобы оно не искало виноватых где-то на стороне. Потому что вы собственники и вы должны эффективно управлять этим предприятием. Чтобы люди не получали сюрпризы в виде вонючей воды, а потом им рассказывали про какие-то водоросли, которые эту вонючую воду сделали. Чтобы люди не писали жалобы и как можно меньше было всяких перерывов в воде, связанных с аварийными ситуациями. Чтобы не относили на граждан те издержки, которые в результате порывов водоводов и вода уходит на рельеф, а потом это все относится на граждан. Вот в этом плане необходимо будет серьезно работать. Губернатор дал поручение изучить опыт других регионов, где введена концессионная форма управления муниципальными коммунальными предприятиями и учесть его при дальнейшей работе. И еще о жилищно-коммунальном хозяйстве. В конце прошлого года состоялось заседание общественного совета при областной жилинспекции. Тогда участники собрания предложили ликвидировать организацию с малопонятной аббревиатурой СПК ОМЖД Рязанский городской оператор. По мнению участников заседания общественного совета при жилой инспекции, эта организация незаконно собирать деньги с населения за капитальный ремонт многоквартирных домов, разбиралась в деле Оксана Тебенихина. В конце прошлого года состоялось пленарное заседание общественного совета при государственной областной жилищной инспекции. В повестке дня был озвучен вопрос, касающийся сбора взносов на капитальный ремонт жилья. Эта тема является сейчас особенно острой в нашем регионе. Дело в том, что на территории Рязани и Касимова действует потребительский кооператив «Рязанский городской оператор», который, по данным областной жилинспекции, занимается незаконной деятельностью по сбору средств с жителей 128 домов. Данный потребительский кооператив был создан в целях сбора платежей, взносов на капитальный ремонт. Данный потребительский кооператив был создан управляющими организациями, и их, будем так говорить, руководителями, представителями непосредственно. И, как уже всем известно, вопрос этот наболевший, данный потребительский кооператив, к сожалению, не соответствует требованиям, предъявляемым к владельцам специальных счетов, в связи с чем Государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала данному кооперативу в внесении в реестр данного кооператива, как владельца специального счета в отношении 128 домов по оплате взносов на капитальный ремонт. По словам представителей жилинспекции, было издано постановление о внесении подведомственных городскому кооперативу домов в реестр регионального оператора по капитальному ремонту. С 1 сентября данный региональный оператор стал собирать, выставлять платежные документы и собственников по взысканию взносов на капитальный ремонт. Но потребительский кооператив, будучи не обжаловав действия инспекции о том, что мы отказали им во включении в реестр владельцев спецсчетов, и не обжаловав постановление ни администрации города Рязани, ни города Касимова, тоже стали выставлять счета на уплату взносов. Получается, собственникам жилья приходится платить взносы за капремонт дважды городскому и региональному фондам. Причем первый, получается, занимается своей деятельностью незаконно. Пошли многочисленные жалобы соответствующие органы и к региональному оператору, и к нам же личную инспекцию, и в прокуратуру Рязанской области. В конце концов, было принято решение с подачей правительства Рязанской области в настоящее время прокуратурой, областной прокуратурой, подано исковое заявление о защите неопределенного круга лиц по поводу незаконных действий данного кооператива по открытию счетов, и, соответственно, закрытия данных счетов. Со стороны инспекции также, поскольку мы принимали досудебные меры по поводу закрытия данных счетов и направляли соответствующие письма в Сбербанк, о том, что они неправомерно открыли данные счета. Но, сославшись на законодательство о банковской деятельности, Сбербанк нам отказал в добровольном закрытии счетов, в связи с чем инспекция была вынуждена подать исковое заявление в арбитражный суд города Москвы, поскольку центральное отделение Сбербанка находится в Москве. И в настоящее время и то, и другое, и исковое заявление прокуратуры, и исковое заявление жилищной инспекции в отношении банка принято к производству. Сейчас городской оператор продолжает заниматься незаконным сбором средств на капитальный ремонт. А на предварительном судебном слушании кооператив пытался предпринять все меры, чтобы граждане продолжали делать взносы на их счет. Некоторые товарищи даже умудрялись обвинить регионального оператора в необособленном обогащении за деньги жителей тех самых 128 домов. По последней информации, городской кооператив собрал со своих клиентов порядка 3,5 миллионов рублей. В дальнейшем, после всех разбирательств, эти средства будут перечислены на счет будущих уплат в казну регионального оператора. История эта с продолжением. Мы будем следить за развитием событий. И еще о выплатах. Работники Рязанского пенсионного фонда извещают об увеличении пенсии, начиная с начала февраля этого года. Чтобы размер пенсии не обесценивался, с 1 февраля производятся ежегодные индексации пенсионных выплат. Вырастут трудовые пенсии более чем на 11%. Фиксированная выплата с 1 января текущего года составляет около 4 тысяч рублей. Увеличение пенсии с 1 февраля коснется почти 346 тысяч наших пенсионеров. Из 385 тысяч, то есть большинство пенсионеров, получат увеличенные пенсии именно с 1 февраля. Если смотреть в сумму увеличения, то нам дополнительно потребуется на выплату пенсии с 1 февраля 414 миллионов. К тем выплатам, которые мы осчисляли, допустим, в январе месяце. Но, к счастью, сегодня денежные средства в пенсионном фонде есть. И наличие страхового взноса в пенсионном фонде позволит нам провести индексацию и выплату всех пенсий без задержек. Ну, хочу наперед сказать, что пенсионер, который получает у нас пенсию социальную, то этот вид пенсии мы проиндексируем с 1 апреля. Коэффициент индексации пока по этому виду пенсии не установлен официально, но он должен тоже быть не ниже, чем уровень этой инфляции. А теперь к другим темам. С начала нынешнего года все трудовые мигранты, если они хотят работать в России, должны будут сдавать экзамены на знания русского языка, истории и основ законов страны. По словам работников миграционной службы, такие нововведения проходят в рамках ужесточения контроля за мигрантами. В Рязани на базе госуниверситета и медуниверситета уже появились два центра, где трудовые мигранты проходят обучение и будут сдавать экзамены. Если в 2013 году экзамены по русскому языку сдавали только отдельные категории мигрантов, трудящихся в сферах торговли, ЖКХ и обслуживания, то с этого года вспомнить правописание, имена знаменитых полководцев и главные праздники приютившей страны придется абсолютно всем. Есть, которые очень хорошие результаты показывают, сдают очень хорошо и на 90 баллов из 100, и выше 90 баллов. Готовлюсь через интернет только, в интернете всех езжу. И это самое правильное решение. Материалы для подготовки к тестированию, а это более 100 позиций, размещены на российском тестовом консорциуме. На родине многие учились довольно неплохо, но богатый и могучий русский язык ставит в тупик даже отличников и хорошистов. Атабек привез свою семью из Таджикистана. Он сам живет в России уже 10 лет. А с русским языком как у вас, с историей России? Ну, я знаю немножко, да. Немножко? Да. Теперь надо сдавать экзамен? Да, да. Сложное дело? Да, наверное, сложно, да. Тахира уже 37, ему повезло больше. Он приехал давно и учился в нашей школе. Сегодня привел в центр своего племянника. И искренне переживает, что новые изменения в законодательстве не на пользу его землякам. Сейчас вот люди приезжают сюда, у них месяц есть, чтобы сдавать документы в миграционную службу. А вот тут они экзамен сдают, а в течение трех недель они дают сертификат. Я так думаю, они не успеют, потому что еще после этого они должны сдавать экзамен на медицину, там всякие анализы. Ну, а там тоже есть срок. Если еще недавно большинство тестируемых приезжало из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, то сегодня на первом месте Украина. Люди хотят остаться в России и ради этого готовы еще раз сесть за учебники. А в пятницу рязанские следователи провели расширенные заседания коллегии при региональном управлении. Прежде всего, сотрудники Следственного комитета обсудили итоги работы за прошлый 2014 год и наметили основные направления своей деятельности на год текущий. За прошедший год по области зарегистрированы более 9,5 тысяч преступлений. При этом число тяжких и особо тяжких возросло на 9%. Именно такие данные озвучил в своем докладе глава регионального управления Следственного комитета Владимир Махлейт. Помимо этого он отметил возросший уровень работы всех межрайонных отделов. За прошедший 2014 год сократилось число уголовных дел, возвращенных на доследствие. Общая раскрываемость преступлений увеличилась и составила 77%. В увеличении произошло, в прошлом году этот показатель составлял 68,8%. При этом раскрываемость убийств составила 92%. Это наш один из основных показателей. Это на уровне прошлого года. В прошлом году у нас имелась такая же цифра по этому направлению работы. По причине тяжкого вреда здоровью повлечения смерти потерпевшего, раскрываемость остала 99%. Здесь уже нами сделан большой шаг вперед, поскольку в прошлом году раскрываемость этого вида преступлений составляла всего лишь 82,6%. Также Владимир Махлейт акцентировал внимание на повышение раскрываемости преступлений коррупционной направленности. В прошлом году правоохранительными органами региона был сделан акцент на выявлении и расследовании наиболее значимых и опасных проявлений коррупции. В частности, среди уголовных дел возбуждены по факту получения взяток. В прошлом году в заключительную часть оставляли дела о получении взяток крупным и особо крупным размером. Их дел всего было из общего количества 46%. По-прежнему наиболее важным направлением в работе рязанских следователей является раскрытие преступлений прошлых лет. В целом, в 2015 году практически все приоритеты в работе следствия останутся прежними. Однако особое внимание будет опрощено на защиту прав несовершеннолетних, выявление коррупционных преступлений, а также улучшение качества предварительного следствия. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что будет во второй части выпуска. Успехи будут. Рязань посетил главный тренер мужской сборной подзюдо Эцо Гамбо. 71 год назад солдаты Красной Армии полностью прорвали блокаду с осажденного фашистами Ленинграда. Репортаж с памятных мероприятий. Нужны ограждения. Рязанские дорожные инспекторы предупреждают об опасностях переходов через улицу Новоселов. Продолжаем программу. Визитом недели стало посещение региона главным тренером мужской сборной России под дзюдо Эцо Гамбой. С его именем связан настоящий триумф на последних Олимпийских играх в Лондоне, где отечественные дзюдоисты смогли завоевать пять медалей и семи возможных. Причем три из них были золотого достоинства. Очень тепло встречали Эцо Гамбу как в стенах областного правительства, так и на татами в борцовской спортшколе «Комета». В Рязань 29 января с рабочим визитом прибыл главный тренер мужской сборной России под дзюдо итальянец Эцо Гамба. В своем выступлении он заметил, что в Рязани сейчас тренируются довольно сильные спортсмены. Это, конечно, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов и серебряный призер чемпионата мира Михаил Пуляев. Оба рязанских дзюдоистов входят в состав сборной России и готовы бороться за олимпийские медали. В Рязани есть идея построить центр единоборств, в котором помимо дзюдоистов будут проходить подготовку и бойцы из других контактных видов спорта. Известный рязанский дзюдоист Иван Нифонтов заметил, что в Рязани созданы все условия для достижения спортивных целей. Наставник сборной России Эцо Гамба согласился с ним и отдельно отметил главного тренера региона Дмитрия Сергеева. По словам заслуженного тренера Дмитрия Сергеева, сейчас стоит задача построить работу так, чтобы в дальнейшем в сборной всегда присутствовали рязанские дзюдоисты. На самом деле Эцо Гамба для России стал намного больше, я говорю, у нас зачастую не знают более статусных менеджеров или более статусных президентов федерации, чем Эцо Гамба. Эцо Гамба получил свою популярность после Олимпиады, завоевав три золотые медали, что не было никогда в жизни. То есть это был огромный успех. Поэтому, конечно, я думаю, что это даст толчок к развитию, это даст толчок к тому, чтобы дети тренировались. Это говорит о том, что мы достойные внимания, значит мы очень сильные. Этот человек, знаете, он такой, он внес разнообразие в тренировочный процесс, потому что, когда я первый раз встретился, я даже не знал, что в принципе можно так работать. Он для большого количества спортсменов, он может найти работу, чтобы все работали. И вот он своей работоспособностью, он заряжает людей, просто, знаете, как аккумулятор к нему, вот подошел к нему и зарядился, и дальше тренируешься, и тренируешься. Эцио Гамбо посетил спортшколу «Кометы», где встретился с воспитанниками и дал им мастер-классы вместе с Пуляевым и Нифонтовым. Каждый из начинающих борцов желал сфотографироваться со своим кумиром и получить от него автограф. Я впервые увидел олимпийского чемпиона, чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр. Я подошел к Ивану Нифонтову и к Михаилу Пуляеву, они мне дали автограф. Дзюдо является базовым видом спорта в Рязани. 70 рязанских спортсменов регулярно участвуют в крупнейших турнирах международного уровня. А теперь городским новостям. Своего решения ждет ситуация на улице Новоселов. Здесь она касается пешеходов и их безопасности. Рязанские дорожные инспекторы считают эту улицу одной из наиболее опасных. И вместе с нашей съемочной группой дорожные полицейские побывали на переходе поблизости от 61-й школы. Проезжая часть на улице Новоселов является наиболее оживленной в районе Дашково-Песочни. На всей ее протяженности установлено более десятка пешеходных переходов. И все же менталитет русского человека не позволяет ему совершить лишнее телодвижение и перейти дорогу в наиболее безопасном месте. Только в прошлом году на Новоселов под колеса автомобилей попало около 40 человек. 9 из них дети. В этом районе расположено несколько образовательных и дошкольных учреждений. Наша съемочная группа совместно с сотрудниками ГИБДД вышла в рейд, дабы оповестить недобросовестных граждан об опасности их маневров. Как вы видите, пешеходы переходят проезжать в неустановленных местах, подвергая себе опасности. Создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Мы направили руководство отдельного батальона ДПС ГИБДД управления МВД по городу Рязани в адрес управления благоустройства города и дорожного хозяйства информационное письмо с информацией о состоянии аварийности на данном участке дороги и с просьбой установить на разделительной полосе ограждение барьерного типа для создания невозможности перехода проезжей части пешеходами в неустановленных местах. Господа пешеходы не боялись нарушать элементарные правила дорожного движения даже в тот момент, когда мы записывали интервью с автоинспектором. По их словам, такой поступок ни к чему страшному привести не может. А унылое оправдание, по мнению нарушителей, являются истинной последней инстанцией. Извиняюсь, но не надо уж меня фотографировать старую бабку. Все дело в том, что это очень опасно, перебегая проезжая в неустановленных местах. Своего внука ругали всегда, сама вот спущусь в полиплинику. Извините, пожалуйста. Вы тоже крайне недовольство высказываете, да, когда пешеходы переходят в правую часть, несмотря ни направо, ни налево, да? Зачастую вы, наверное, тормозите, чтобы съезжать наезд из пешеходов. Конечно. И почему вы сами так делаете? Ну, я посмотрела, что машины нет, я никому не мешала. Вы о чем дорожка в предположенном месте приходите? Ой, неохота туда идти дальше. А что с ним вы шутят? А я смотрю через дорогу. Честно говорю, я первый раз перехожу здесь, первый раз. Честно говорю. Вы видели пешеходный переход, светофор. Я знаю, где пешеходный переход, вы меня извините. Все, перестаньте, штрафуйте. Да и водителям, по правде говоря, такие выкрутасы пеших граждан погоды не делают. Очень сложная обстановка, постоянно вот перебегают дорогу. Очень аварийная ситуация, тем более сейчас по зиме очень скользко. Надо, я думаю, какие-то заграждения или ограждения, чтобы народ не перепрыгивал. Вечное противостояние между пешеходами и водителями – проблема разрешимая. В этом районе всего лишь необходимо установить ограждение вдоль проезжей части. Дело остается за малым – дождаться решений городских властей. И еще в продолжении полицейской темы. В пятницу на эстакаде возле окружной дороги произошла автовария. Там столкнулся грузовой КАМАЗ и маршрутное такси. К счастью, удар был не особенно сильным, потому и пострадавшие отделались не очень тяжелыми травмами. В Рязани на улице Солнечной, не доезжая до поселка Борки, произошла авария между автомобилями КАМАЗ и маршрутным такси. В 11.35 в городе Рязани в пределах транспортной развязки «Северный обход» произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ и маршрутного такси, следующего по 98-му маршруту движения. Со слов очевидцев происшествия и участников ДТП, грузовой автомобиль под управлением жителей Оренбургской области, который следовал в направлении города Гойз-Железный, осуществляя движение по городу со стороны микрорайона Канищева в центр города, предпринял поворот налево при наличии сплошной двойной линии разметки. В результате совершил столкновение с маршрутным такси, следующим со стороны центра города. Водитель КАМАЗа, съезжая с эстакады по направлению к центру города, пытался совершить разворот через двойную сплошную. По словам водителя грузовика, его пропустили все автомобили, двигавшиеся во встречном направлении. Все, кроме маршрутки, в которой в тот момент находилось 15 человек. В результате происшествия 6 пассажиров пострадали. Никто из пассажиров сильно не пострадал, всем им была оказана медицинская помощь. Вот так, по своей невнимательности, этим зимним пятничным утром водитель КАМАЗа наставил синяков пассажирам маршрутного микроавтобуса. Согласитесь, исход в такой ситуации не самый плохой. В нынешнем 2015 году вся Россия будет отмечать 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. На неделе отмечалась годовщина снятия блокады с осажденного Ленинграда. Памятные мероприятия прошли в Рязани на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса. 27 января – дата, которая вошла в историю нашей страны как день освобождения блокадного Ленинграда. 71 год назад закончились 900 страшных дней. На Ленинградском кладбище сегодня почтили память погибших во время оккупации взрослых и детей. Ветераны войны и рязанские школьники возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. В этом году в преддверии 70-летия победы Советского народа Великой Отечественной войны является особым событием. И полное окончание или снятие блокады Ленинграда является, естественно, таким главным событием во Второй мировой войне. Наравне с Сталинградской битвой, Курской битвой. И вот это, естественно, очень большое значение имело и в годы войны, и в послевоенные годы, когда весь народ узнал об этой блокаде. И многие поколения нашей молодежи, наших людей воспитываются на этих памятных датах, в том числе на блокаде Ленинграда. Мы вспоминаем сегодня своих матерей, сестер. У меня в блокаду умер дед, умерла сестра, погиб отец в Первой войне. И у нас у многих остались там родители наши корни, наш родной город. И мы вспоминаем, страшное не хочется вспоминать. Мы вспоминаем то хорошее и светлое, что мы победили, а сегодня у нас День Победы, сегодня у нас праздник. 8 сентября мы сюда собираемся как день начала блокады, 21 числа начала войны, а сегодня у нас праздник, что мы выжили, мы остались живы. После традиционного памятного мероприятия ветеранов встретила библиотека имени Горького. Здесь они согрелись горячим чаем и продолжили вспоминать страшные годы блокады. Радоваться тому, что могут сейчас поделиться с нами историей своей жизни. Завершился день открытием выставки у Победы «Соленый вкус». Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была снята 27 января 1944 года. Все это время единственный путь, в котором доставлялись продукты в осажденный город и вывозились дети и тяжелораненые, был проложен по льду Ладожского озера и назывался «Дорогой жизни». Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но до ее полного снятия 27 января 1944 ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. Вряд ли мы до конца поняли меру подвига блокадного Ленинграда. В здравом уме не укладывается, как в таких невыносимых условиях город жил, работал и защищался от фашизма. И на этом наш информационный выпуск подошел к концу. Мы желаем вам приятных выходных и до встречи в эфире программы «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА